Добрый вечер, Анатолий. Он прислал эту фотографию. Вот, он называет себя моим учеником. Представляете, как же так, Анатолий, почему вы не это, у вас столько учителей в интернете, почему вы это не уничтожили всё? Здорово, да. У кого-то приступ этого самого, даже какого-то звериного скала, когда он видит сады неизвеченные. И у нас случилась страшная история, я хочу вас укрепить. Очень тяжелая, моральная. Потому что он доказал 20 книг, Анатолий, Украина, Днепропетровск. Ну, наверное, не себе все 20. Я их подписал. Он требовал, чтобы я выслал по 600 рублей. Я выслал по 500. Он мне прислал 10 тысяч рублей. Я отправил в ЕМС. Причем меня уговорили. Почти векам выгода отправить ЕМС. Прошли пару-две-три недели, посылка вернулась обратно. Деньги за пересылку не вернули. 10 тысяч я потерял. Как потерял? Книги вон и не лежат. Если бы на них был бешеный спрос, какая разница? Другому бы продал. Но не лежат. Значит, я уже в убытке. 5 тысяч без копеек не вернули за пересылку. И претензии не принимаются. А есть такие организации. Я упреждаю. Не связывайтесь с этим делом. Я написал там, что я специально буду всем говорить. Не связывайтесь после. Не связывайтесь с СМС. Есть только Роскомнадзор. Так. У них я потом... Знаете, хоть металлог, но маленько соображаю. Вот тут меняется фамилия. Уважаемый. Вот, видите. Вот. В данном случае имя отчества. А дальше вот это. Любой, кто не обратится, я так понимаю. Смотрите, сколько. Мелким почерком. Мелким почерком. И в конце концов, видите. Вот. Операторы почтовой связи несут ответственности. Хорошо. С томожным службом спросите. Нет. Вот. Я потерял 5 тысяч. Мне их никто не отдаст. Нарушение законодательства со стороны почты не установлено. А я деньги им отдал. Я к чему говорю? Смотрите. Не связывайтесь. Почему? Итак. Возвращается, а там написано. Ну, знаете, как обычно. Переписка там идет. Операция. Там, там, там. Такой город. Такой. Наконец-то уходит. Возвращается. И там написано. Некорректное. Оформление документации со стороны почты. Не меня. Не. Я жадность. Правильно написал? Что еще? Некорректное. Я говорю, гоните монету. Они говорят, нет. Мы не будем. И все. Они богатые и бедные. Здесь написано. Имеют право предъявить их в суд. Сказали, за 5 тысячи я в суд пойду. И причем никаких шансов нет. У нас так встроено. Что как там богатым не судейся и так далее. Вот. Почему? Ведь это их стопроцентная ошибка. Я просто хотел сказать. Ребята, не связывайтесь с СМС. И передайте другим. Вот. Потому что после этого, за несколько дней, я позвонил. Говорю, новостей для меня нет? Нет. Я говорю, а вы... И так ехидно. А вы уже предупредили свои почтовые? Их там 3 отделения, да? Вы... Нет, 4. А, черевушки, майна, 2, все равно. 4, кажется. Вы предупредили, чтобы они на Украину не принимали ЕМС. А зачем? Все понятно. Сказал, я положил трубку. То есть, деньги они зарабатывают. А дальше, видите, ответственности не несут. А таможники, тем более, мне ничего не должны. Они даже не знают, что я остался без гроша. Я пенсионер. Вот видите. Но самое главное для меня. Я... Для меня это открытие, что вот такие люди есть. Смотрите. Вот он. Земляк и сторонник. Смотрите, почему. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Кстати, это его фотография. Здравствуйте. Валерий. Серафим. Когда снимать обвязку. Анатолий. Снимать будешь в июле. Вот. А если сильно хорошо пойдет, уже два кола вбита. Обвязывать постепенно. Снимать два приема. Может переломиться в этом месте. Бывает, когда переломывается, смотришь, а половина прижилось, допустим, с одного боку, а с другого нет. А так бы еще бы аккуратнее было. А потом бы эта барана обросла, как-то бы еще это. А бывает раз, и все переломилось. Только потому, что это самое слабое место. То есть, до средней полосы, я говорю, июль. Для вас может быть июль. Но украинь теплее. А теперь самое интересное. Когда я сообщил. Скопировал документы, выслал. Говорю, Анатолий, извините, книг не будет. Высылай обратно 10 тысяч. Знаете, что мне? Анатолий ответил, написал. Не надо, оставьте деньги себе. Он еще полторы тысячи. Примерно говорю. Память Латинкову. То ли на болезнь, когда еще болел, то ли уже на похороны выслал. Еще к тем, представляете? Вон, с Украины. И полторы тысячи на дорогу соведеть. Вот так было. То есть, помочь человеку доехать до Москвы или там до Новосибирск. Вот это, и вот тогда это. Конечно, я деньги высылал обратно. Хоть он искал не высылать. Я же не стал кричать. Ура! Здесь тысяч. Это, с неба свалилось. Нет. Но, я к чему говорю. Ребята, нас ссорят. Так ссорят. Это ужас какой-то. Делается специально. Враги с обеих сторон. И там сволочь всякая. И тут всякая сволочь, которая, что дошла до того, что это, уже ненависть между простыми людьми уже умудрается. А вот вам, пожалуйста, в чистом виде украинец. Он может, ну, украинский город. Я не знаю, национальность. Но гражданин Украины. Вот он такой. Это не вот эти вот бездельники, которые дадили. Палец о палец. Да что это им это надо? Связаться с богатой почтой. Нанесут ответственность. И всё. Таможников привлекать. Тем более. Зачем? Это работа. Они вот это вот для любого придумали. Не только для меня. Вот здесь только менять. Смотрите. Любой, кто пожалуется, вот это вот получит. Когда я начал читать, у меня начало крышу сносить. Вы попробуйте только почитать. По вопросу наличия информации в сервисе по отслеживанию или к сервису поселка размещающих операторов поселка связанных с сайта в телекоммуникационных сети интернет сообщают, что данный сервис носит, справился характером, является внутренним системой признателью для ознакомления и пользования услуги. В общем, прохождение отправляется. И ещё запятая, ещё запятая. Вот это вот одно предложение. Вы представляете, только чтобы мозги за это самое. Чуть не сказал, что с ними сделать. Всё, выговорился. Вот теперь ещё несколько дней проживу. Знаете, с такой обидой жить. Опять кинули. Нашли у меня лишних 5000. Так.